Да какое в первое впечатление? Как и у всех плохо играли. Ну статистику если взять, то примерно наверное одинаковое количество голевых там допустим или около голевых моментов, однако мы это не забиваем. Вот и результат. По качеству игры, ну мы пока наверное на месте топчемся. Движения пока нет. Это тоже надо констатировать. Причины разные, их много. Это и у нас недостаточно еще понимания возможностей некоторых игроков. Открывается где-то кто-то со стороны новый, где-то с плюсом, где-то с минусом. Приходится это регулировать, потому что нам все это приходится делать по ходу игр. И вот такие неудачные моменты, конечно они усугубляют всю нашу работу. По самому наверное самому сложному пути идет становление команды. И болельщиков понять можно, они хотят видеть игру. Вообще-то их не интересует, когда собрались там эти ребята, имели ли они возможность, как другие готовятся. И они правы болельщики, их это по большому счету особо не должно интересовать. Они приходят, чтобы увидеть результат, интересную игру. Пока мы этого не показываем. Господи, вопросы? Ну что же, что делать с абсолютно беззубой атакой нашей? То есть вот у нас есть усиление там в виде Яковлева, Корян. Яковлев вообще исчез вот в том тайм, куда-то он делся, непонятно куда. Человек вроде как с опытом, Корян тоже не заметил. Ну, сам по себе Яковлев или отдельно взятый Корян нельзя рассматривать, что вот вышли и сразу всех команды мы начали побеждать. Это все равно определенное взаимодействие должно быть. Один тут в поле не воин. Однако я не могу не отметить, что Яковлев не валял дурака. Не стоял, не отбывал номера. Он работал. И не всегда удачные игры бывают. Думаю, что все еще другого Яковлева видят, как и Коряна. Еще вопросы? Федорович, вы настойчиво, достойным уважением верите в Хребородова. Верит ли в его команду? То есть команда уже получая мяч, но ищет какие-то другие продолжения. Здесь какие-то возможные изменения или мы будем продолжать эту схему видеться Хребородову. Да дело-то ведь не в одном Хребородове. К тому же Хребородову нужно иметь возможность для реального удара, поворота. Это должны партнеры хорошо взаимодействовать и какие-то реальные ситуации возникать для того, чтобы действительно вот сегодня у него один удар до поворота по большому счету состоялся. Вот когда прострел был и в зону его мяч пришел. В то же время надо посмотреть, что у нас пока нет комбинационной, хотя работаем, работаем, но пока она не получается эта игра. Хребородову бьют на борьбу вверх мяч. Допустим, второй тайм кричу, ребята, перестаньте бить вверх, играйте вниз, опустите мяч, играйте в пас и не теряйте веры в то, что это более правильный путь. Ведь Хребородову тоже надо, чтобы мяч остался в реальной ситуации, когда ударить поворота можно, а в основном все заставляют его вести борьбу бесконечную, вверху. Какие голевые моменты у него могут быть? Здесь несколько иная игра должна быть. Тогда можно будет говорить, умеет он быть нападающим, развивается или нет. А так, если команда не забивает, значит нападающая. Да нет, вся команда и обороняется, и атакует. У нас сегодня, например, в первом тайме беззубая группа атаки основная была. А не в Хребородове одном дело. Там не было предложений достаточно вперед. Не было конструктивной игры в какие-то отдельные моменты, может быть минут 15, наверное, да, или около этого. Поиграли несколько ударов, подходов, штрафной неплохих было. Но развитие это дальше не получило. И свалились опять на игру примитивную. Что с Хребородовым-то сделать? Вот вверху летает этот мяч, а его вниз надо положить. Поэтому говорить о том, что Хребородов абсолютно слабый нападающий, я ни в коем случае не могу. Он пока еще и не может получить возможность проявить по-настоящему свои качества в взаимодействии с партнерами. Это, конечно, и от него зависит, естественно. Я не говорю, что он прям идеальный такой, а остальные плохо с ним взаимодействуют. Это ему надо анализировать и искать варианты улучшения взаимодействия с партнерами более правильного, своевременного открывания. Так же, как и другим игрокам основной группы атаки. Вот в этом пока что проблема. Конечно, он не так часто, вот еще раз говорю, бьет поворотом. Но это не только его сложности. Это команды нашей сложности. И не только он должен. Ведь он просто на это не обращает никто внимания. Объем работы очень большой. Черновой этой работы ему приходится пока выполнять очень большой объем. Вот эти качества другие нападающие вообще ими не обладают. А он на команду работает от и до. Вот. Будем дальше работать. Научиться, глядяши, лучшие варианты находить для выхода на ударные позиции. Воробьева почему не заменили? Порядка довольно. Потому что, на мой взгляд, недостаточно подвижен он был. Он грамотный игрок. Он умеет толково сыграть. Но нужно еще движение. Уже начинать лично у меня ощущение, что в команде не все может быть с финансами, потому что лидеры не играют кто-то, восстанавливается как бучник, ну дай бог здоровья. То есть, или все нормально? Не в этом причине? Что какие-то задержки по зарплате и попрягаем? Нет, с этим ничего не связано. То есть, только игровые моменты больше ничего? Да. А Бучнев как себя чувствует? У Бучнева был надрыв мышцы, но уже практически лечение подходит к завершению. В ближайшее время должен начать заниматься. Пока индивидуальный. Надеюсь, что залечился. Но то еще обследование, еще последнее должно быть. Сергей Григорьевич, во втором тайме упустили три верных шанса забить, но в обороне сыграют далеко не лучшим образом. Не только в эпизоде с забитыми мячами, но и вообще сквозил больше нервозности в задней ремне. Много невынужденных ошибок, храмы иногда проседали. Можно это списать частично на накопившуюся усталость или что-то еще? Да, я-то понимаю, что мы не в равных условиях со всеми командами. Со всеми буквально. Не в одной команды таких условий. Но я бесконечно об этом говорил, говорил. Уже, наверное, болельщики и слышать не могут этого всего. Оно где-то все равно в каких-то ситуациях сказывается. И как раз сказывается это не в глобальном там, что одна команда стоит, а другая бегает. Да, ребята стараются, борются. Но где-то мы видим, точности не хватило в передаче. Значит, правильное принятие решения, где он в состоянии, по силам ему это сделать. Это все отголоски того, что у нас не было подготовительного периода. Они все равно в какой-то степени присутствуют, с одной стороны. Но с другой стороны, надо отметить, что и игрокам, всем нам надо, наверное, есть резервы. Тут каждому надо проанализировать свое отношение к делу. И не только непосредственно в тренировках, а и в быту. Может быть, кто-то неправильно отдыхает, недостаточно. Раз у тебя чуть-чуть не хватает там, там сил. Значит, возможно, более подчинить свою жизнь необходимо исключительно игре. И пройти этот сложный период. Выбраться, в конце концов, из-за него. Но где-то, конечно, не хватает уверенности, которую, возможно, придала бы какая-то удача. Которая, вообще-то, за столько игр могла бы быть. Если вспомнить самые первые игры с торпедой. Как ни крути, да, они, в общем-то, в целом предпочтительнее смотрелись. Но если опять посмотреть голевых моментов одинаково, они забили, мы нет. Да и даже они забили, это не назвать голевым моментом. Это ошибка была, наверное, салт, элементарно. Проспал своего просто. Это не какая-то ситуация, явно голевой момент. Это просто грубая ошибка. Если все другие матчи, если взять, по голевым моментам, мы не вступили никому, а некоторые команды и превзошли, но мы не забиваем. Вот наши проблемы. А это в совокупности отсутствие недостаточно уверенности в собственных силах. Где-то, где-то, кому-то когда-то, может, и мастерства не хватило, и подготовки вот этой. Потом некоторые ведь ребята у нас пришли из второй лиги. Для них эти скорости, допустим, даже Фанел уже несколько выше адаптируются. Однако, это тоже я, как тренер, не могу это не учитывать. Все нужно видеть. Я должен видеть и то, что, допустим, игрок недостаточно думает о том, что уже надо бы устранить. Не так быстро устраняются недочеты определенные, но я должен видеть еще и объективные причины. По-другому никак нельзя. Огульно я не имею права, там, игроков там проиграли во всех грехах. Я говорю, зачем? Надо нормально разбираться и смотреть. У каждого своя ситуация, свои причины. Возможно, я как-то так сформулирую несколько цинично, просто мне вот интересно, сколько еще туров эта вот отмазка будет, простите меня, канать относительно того, что вот мы вот только собрались. Но это же бесконечно не может быть, да? Резь там 10-12-15, но команда по ходу чемпионата набирает чего-то. И ссылаться на это бесконечно, наверное, там до конца сезона не получится, да? Ну, если вы обратили внимание, я сам впервые оговорился и сказал, что этого никого не интересует. И всем надоело слышать. И это никакая не отмазка. Я понимаю, что это реальность. Да, все еще фактало. Ну, сколько вот, то есть, сколько должно пройти туров, чтобы команда, вот, ну, более-менее собой стала что-то представлять? Ну, вообще, по мне, так, она бы уже сейчас должна что-то представлять. Ну, как раз таки сейчас мы распознаем истинное качество многих игроков, которых в короткий промежуток времени удалось пригласить, собрать вместе. Вот, они же не были для нас досконально известны и изучены. Их качество, их характер, их выявление. То есть, тут уже какие-то анализ есть, да? Сейчас нормальный анализ идет. И вообще команда создается, когда то по-хорошему-то, ну, не в такие же короткие сроки и более тщательно рассматриваются игроки в какой-то период времени. И вообще любая команда, ротация же присутствует. Кто-то подходит, а кто-то и нет. Сейчас у нас такой период, когда распознаются качества многих игроков на основании этого. Какие дальнейшие шаги будем предпринимать? Время покажет. Из этого можно сделать вывод, что трансферное окно открыто как на вход, так и на выход. И расставание с некоторыми футболистами, без персоналей, поможет встряхнуть команду? Ну, здесь даже не встряхнуть, а просто элементарно. Бывают в каждой команде такие ротации состава. Кто-то подходит, кто-то нет. Ни за кем, ничто не гарантированно, так же, как за обори на него место. Хотелось бы закончить на мажорной ноте обидное поражение Армавира, но не тот команды, который... Да какая мажорная может быть нота в данной ситуации? Надо принимать ситуацию такую, какая она есть. Мы проиграли команде, которая, нельзя сказать, которая явно превосходит нас. Мы выступили на данный момент, на мой взгляд, более или менее равному сопернику. Но пути из выхода вы видите, и рук не опускать. А зачем опускать руки? Опускают руки, пусть слабые.